Лучший гид России. Под таким названием Русское географическое общество, телеканал «Моя планета» и радиостанция «Маяк» проводят всероссийский конкурс. В нем принимают участие и представители Чувашии. Татьяну Давыдову всегда привлекала география. Именно поэтому вот уже 13 лет она работает в отделе природы Чувашского национального музея. И проводить экскурсии, пожалуй, ее любимое занятие. Экскурсии проводить очень интересно. Нравится, когда попадается отзывчивая группа. То есть видишь их эмоции. Очень нравится рассказывать им что-то новое. И видеть в глазах искры, что они понимают, что им это нравится, что они хотят дальше узнавать что-то в этом направлении. Именно вот эта отзывчивость и дает желание и позитив дальше вести экскурсии. По мнению Татьяны, экскурсоводы – люди творческие. Они всегда стремятся совершенствовать свои знания. И конкурс «Лучший гид России» – отличная возможность проверить их. Стать участником мог любой житель страны. Мгит-профессионал или человек другой профессии, который гордится своим краем. Для этого нужно было снять двухминутное видео с яркой экскурсии и загрузить его на сайт. Свои работы на конкурс отправили более 600 человек. И Татьяна в их числе. Любой конкурс – это как дает возможность проверить свои силы в том или ином направлении. И главное тут даже, наверное, не победить, а посмотреть, насколько ты сможешь это сделать по сравнению с другими профессиональными экскурсоводами России. В своем видео конкурсантка из Чувашии рассказала об уникальных фактах из мира природы. На фотографии один из старейших дубов. Ему около 400 лет. Диаметр 182 сантиметра. Охватить его могут 6 человек. Высота его 21 метр. Него три раза ударяла молния, но несмотря на это он до сих пор продолжает подоносить и расти. Кстати, Татьяна не единственный участник из Чувашии. Всего нашу республику представляют 5 человек. Посмотреть их работы и поддержать экскурсоводов можно на сайте лучшийгид.рф. Пять конкурсантов, набравших наибольшее количество голосов, станут героями программ на телеканале «Моя планета» и «Радио Маяк». Голосование продлится до 15 августа.